Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим об аккумуляторной машинке NDIS, NDIS Supra 120 ION. Машинка является аналогом аккумуляторно-сетевых машинок от Moser, или Wolber, или Panasonic. Если говорить о характеристиках, то это классическая машинка с быстросъемным ножом с регулировкой длины среза, регулировка длины среза в интервале от четырех нулей до одного. Это по номерам ножей, то есть где-то от 0,2 миллиметров минимальная длина среза и до трех миллиметров. Нож быстросъемный, что позволяет его легко чистить. Похож по конструкции на ножи Magic Blade Diamond Blade от Moser, который используется на машинках Moser и некоторых машинках Уолл. Но ножи не взаимозаменяемые, то есть этот нож не встанет на машинку Moser, а нож от машинки Moser не встанет на вот эту машиночку NDIS. Дальше, мотор. Мотор здесь, конечно же, роторный, с частотой порядка пять с половиной тысяч оборотов. Аккумулятор литий он и хватает его на два часа работы. Причем эта машинка не аккумуляторно-сетевая, а чистая сетевая. Чисто аккумуляторная. Аккумулятор здесь заряжается отдельно от машинки, вставляется в базу. База включается у нас в розетку и здесь мы видим индикатор заряда. Сейчас аккумулятор заряжен полностью, все три лампы горят. Если он заряжен частично, соответственно, может гореть одна или две лампы. Кроме того, имеется подставка под машинку, под саму. Но, однако же, здесь никакая зарядка не производится, то есть просто поставить ее, чтобы она удобно стояла, когда мы ей не пользуемся. Отдельно докупить можно второй аккумулятор, чтобы постоянно одним аккумулятором работать, второй заряжался, но особой необходимости, честно говоря, нет. Два часа работы это хватит на любую смену. Пришли домой, поставили на зарядку, ну или в конце смены на ночь поставили на зарядку. А дальше, мотор 5500 оборотов, мощность мотора. Мощность мотора ни один производитель не указывает, можно об этом судить только косвенно. В частности, здесь можно достать аккумулятор, достается он оригинальным способом, нажимаем кнопки и он у нас выстреливает. Смотрим маркировку на аккумуляторе. На аккумуляторе у нас указана емкость его, что-то не фокусируется, но давайте сфокусируемся. Емкость 8,4 ватт-часа. При этом машинка от одного полного заряда работает два часа. Мощность мотора получается чуть больше 4 ватт. Это средний показатель, примерно такая же мощность у машинок Moser, у машинок Panasonic, у некоторых машинок Vol, которые используют такого же типа наши. Что еще необходимо отметить? В комплекте идет, помимо машинки, подставка, как мы уже говорили, зарядное устройство, причем зарядное устройство достаточно мощное, порядка 18 ватт, так что аккумулятор этот заряжает довольно быстро. Четыре насадки, стандартные, в общем-то, номера 3, 6, 9, 12 миллиметров и здоровенный вот такой вот флакон с маслом, порядка 120 миллилитров, которого вам хватит, скорее всего, на всю жизнь. Что еще отметить? Размеры. В общем-то, стандартные для машинок данного класса. Вес тоже, примерно такой же, как у всех машинок, корпус эргономичный, с утоньшением в середине, здесь, чтобы удобнее было держать. Кроме того, на оборотной стороне в этой части у нас резиновая вставочка, для того, чтобы рука не скользила. Кнопка выполнена довольно-таки хитрым образом, просто так она не сдвигается, случайно не включится, надо нажать вот эту маленькую красную пимпочку, немного выступающую из кнопки, только тогда кнопка сдвигается у нас, включается. Ну, и здесь индикатор работы. Все. В общем-то, ничего такого экстраординарного в этой машинке нет, просто качественный, добротный продукт от Endis. Мне лично очень нравится продукция Endis. Она просто хорошая, надежная и приятно работать. Нож, как мы уже говорили, ничего такого экстраординарного, собой не представляет. В принципе, то же самое, что у Моза. Но здесь красуется у нас на упаковке такая наклеечка New Design. Ну, что в этом дизайне нового, я уж не знаю. Старый нож я, честно говоря, не видел, поэтому не берусь сидеть. Ну, что есть, то есть. Итак, машинка. На кого эта машинка рассчитана? Это такая типичная салонная машинка для классических стрижек. Никаких особо выдающихся характеристик у нее нет. Она имеет довольно емкий аккумулятор на два часа работы. Кроме того, удобную форму, не скользящую вставочку. Поэтому достаточно интересный вариант. Главное, не забывать ее вовремя заряжать, поскольку от шнура она работать не умеет. Рекомендую ее к покупке. Продукт хороший, интересен. Единственный минус. Стоит она несколько дороже машинки Моза. Ну, если будут какие-то еще вопросы, спрашивайте в комментариях. Ссылку на эту машинку в нашем магазине с подробными характеристиками и с ценами я приведу в описании к видео. Смотрите, переходите по ссылочке на сайт. Также рекомендую подписываться на наш канал, чтобы всегда быть в курсе новинок. Ну и вступайте в нашу группу ВКонтакте Енот по Стрегун. Добавляйте, друзья, к Еноту по Стрегуну ВКонтакте. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok